Федеральная программа формирования комфортной городской среды с каждым годом набирает обороты. В 2018-м в ней участвуют 45 населенных пунктов республики. Для сравнения, год назад их было только 5. Сегодня в списке есть и Усть-Куломский район. Какие его территории будут благоустроены, сколько денег выделено на реализацию и что за планы на следующие годы, поведал заместитель руководителя администрации Усть-Куломского района. На днях он приходил в студию 11. В этом году, в 2018-м, сколько проектов, сколько территорий будет реализовано в Усть-Куломском районе? Наши сельские поселения заявились с 10 проектами на реализацию в этом году, в 2018-м. Как определяли, какие территории, что это будут за проекты? Изначально взяли за основу, базировались на предложениях, которые сформировали сами сельские поселения. Им виднее, администрации на местах более разбираются в проблемных вопросах. Но в ходе общественного обсуждения, когда подключилась общественность, когда подключились активные люди, граждане, можно сказать, что проекты кардинальным образом поменялись. Направление немножко стало другое. И в этом плюс общественное обсуждение, что они так активно, бурно приняли участие. То есть в итоге были выбраны 10, а изначально их было значительно больше? Или вот их было 10, и они поменяли направление? Их изначально было больше, то есть концентрировались на каких-то определенных местах. Но оставшиеся проекты, которые у нас не вошли в этот этап, они у нас лягут в основу реализации проекта в последующие годы. А поменялось именно в направлении общественной значимости. То есть людям на местах виднее, что в первую очередь необходимо отработать. Этот проект нацелен на то, чтобы сделать то, что нужно людям. Давайте немножечко о проектах расскажем, хотя бы о некоторых из этих 10. Ну, все проекты, конечно, заслуживают отдельного внимания и отдельного разговора, потому что в каждой из них это и чья-то идея, и какая-то значимость общественная. Но хотелось бы остановиться поподробнее на, пожалуй, двух проектах. Это, которые реализуются у нас в сельском поселении Югудьяк и сельском поселении Зимстан. В сельском поселении Югудьяк у нас реализуется проект по обустройству моста. Этот мостовой переход пройдет через ручей, который делит сельское поселение, поселок Югудьяк на две части. На основную часть, такую, можно сказать, общественно-деловую, где расположено наибольшее количество организаций, учреждений, и другую часть, если можно так выразиться, спальную часть. В период половодия этот ручей разливается и переграждают путь жителям на тот берег. Приходится им тратить на движение по обходному пути, преодолевая порядка 5 километров. Это если на автомобиле, а кое-кто и ходит пешком. Поэтому этот мост протяженностью 150 метров позволит сократить вот эти вот путь в 5 километров. Что, конечно же, очень… Социальная значимость очевидна. Очевидна, да. По Зимстану там проблема была немножко другого характера. В центре села есть бывшее общежитие. Это общежитие уже пустое 10 лет. Оно окружено буквально зданиями. Это и магазин, и дом культуры, и детский сад. И оно создает на протяжении всех этих 10 лет, оно безхозяйное, оно создает опасность возгорания, опасность пожарной, пожарную опасность. Поэтому было принято решение сельским поселениям о демонтаже этого здания. И на сегодняшний день это как раз и участие жителей в том, что они примут участие в разборе этого мусора, в разборе этого завала. И на месте этого здания, которое стояло 10 лет как просто пустующая коробка, возникнет целое трио. Это будет сцена, летняя сцена рядом с домом культуры. Это будет памятник солдатам, погибшим во время Великой Отечественной войны. И будет такая небольшая парковая площадка для отдыха, на которой будут скамейки и освещение. То есть там можно будет в вечернее время проводить с семьей досуг. А можно озвучить суммы? Вот в целом на район, на реализацию этой программы. Сколько выделено? В целом по соглашению сельским поселениям было выделено совместно с их софинансированием более 7 миллионов рублей. Если более подробно, это 7 миллионов 150 тысяч рублей. Из них 10% софинансирования составило сельские поселения, участвовали своими деньгами. Ну и конечно же надо отметить вклад, который будет в дальнейшем реализован. Это в общественно-трудовом участии. То есть люди, которые простые граждане, они готовы принять участие в реализации этих проектов. И хотелось бы остановиться не только на трудовом участии, но и также вот у нас положительным примером может служить тот факт, что граждане приняли участие у нас не только в трудовом участии, но еще и в умственном. Они внесли, так сказать, интеллектуальный вклад. К примеру, одним из... Инициаторов? Обязательным требованием для участия было создание 3D-эскиза будущих объектов. Так получилось, что у нас есть молодая девушка, которая окончила Кировский техникум. Она по образованию дизайнер, она живет в поселке Югодьяк. И глава сельского поселения нашел ее, предложил принять участие в реализации, в подготовке эскизного проекта по Югодьягу. Она подготовила его настолько качественно, настолько красиво, что другие главы сельских поселений обратились именно к ней. И так получилось, что все эскизы по району, все эскизы по 10 проектам готовила именно она. И на сегодняшний день они отличаются очень такой живописностью, краской, и сделаны очень неординарно. Поэтому люди участвуют не только в строительстве этих объектов, но еще и на этапе создания эскизов даже подключаются молодые люди. Радует, что эта программа в 2018 году не заканчивается. Естественно, планы на будущее. Можно как-то коротко обозначить, что потом будет еще сделано? В ходе инвентаризации общественных территорий выявилось большое количество необустроенных мест. И, конечно же, в первую очередь в планах на ближайшие годы действия этой программы реализация, охват всех вот этих вот выявленных участков. То, что сейчас 10 объектов реализуются, это незначительное количество. И у нас есть большой задел на будущее. Хочется, чтобы всем комфортно жилось. Да, совершенно верно. И большая надежда на то, чтобы эта программа действовала и дальше, и финансирование, которое предусмотрено по этой программе, не оканчивалось. Продолжало поступать. Но там тоже будут аналогичные проекты, или это будет новое слушание? Или, может быть, просто уже определили, что еще в другом месте тоже мост нужно сделать? Вполне возможно, что по ходу обсуждения появятся еще дополнительные какие-то предложения. Потому что сама по себе программа благоустройства, она может варьироваться, меняться, дополняться новыми идеями, новыми проектами. Вполне возможно, что в ходе жизни идет, она не останавливается. И спустя год-два, может быть, потребность в каком-то сельском поселении возникнет в реализации какого-то иного проекта, который у нас сейчас пока не учтен и в общественное обсуждение не попал. То я уверен, что главы сельских поселений наши отдельно им благодарны за то, что они так активно приняли участие в реализации этой программы, откликнутся и включат в будущее проекты эти предложения. Спасибо вам большое за беседу. Успешной реализации. Спасибо.